Как известно, в CSGO SDK есть возможность менять Scale проб статиком с помощью функции Uniform Scale. Однако, в Source SDK 2013 такой функции нет. Для того, чтобы на этом движке получить другой размер статической модели, вам придется вручную декомпилить, менять размеры и компилить обратно. Это может быть крайне утомительно, если вы работаете с большим количеством вариантов скейлов. Сегодня я расскажу, как добавить в SDK 2013 функционал, который автоматизирует процесс ресайза и рекомпиляции, а также сделать сценарий работы со скейлом в редакторе максимально похожим на CSGO. Для этого нам потребуется такая туза, как PropScaling Recompiler. Скачать его можно с репозитория разработчика. Ссылка будет оставлена в описании. Распакуйте архив, скопируйте .exe и .fgd файлы в папку .bin, где располагается весь Source Инструментарий. Также здесь лежит папка ThirdParty. В ней лежат программы, необходимые для работоспособности Tools. Также скопируйте их в папку .bin. Далее. Зайдите в Hammer++. Зайдите в Tools. Options. Рядом с GameDataFiles нажмите на кнопку Add и добавьте новый FGD. Здесь нажмите ОК. Далее. В редакторе с открытой карты нажимаем F9. Переходим в режим Expert. После выбираем пресет компиляции, с которым будем работать. И я выбираю Fast. Далее. Нажимаем кнопку New и с помощью кнопки Move Up поднимаем строчку в самый верх. Не забываем нажать галку. После. В строке Command нажимаем кнопку Commands. Далее. Executable. И выбираем .exe файл нашей программы. В строку Parameters добавляем следующий текст. Обратите внимание, что здесь PSRTemp – это название подпапки, куда будут складироваться дубликаты карт. Упоминание этой подпапки необходимо добавить в строке .bsp, .vis и .light. Не забывайте ставить слэши. В строке Copy File упоминание нужно добавить только в первый .pav-файл, второй трогать не нужно. На этом настройка программы закончена. Теперь о процессе работы с сущностями. Откройте браузер сущностей и найдите PropStatic Scalable. Выберите его и поставьте на карту. Как видите, параметры аналогичны PropStaticу, однако есть пункт Scale. Выбираем нужную модель и вбиваем нужный размер. Сейчас отображается превью размера. Модель с таким скейлом не появится в браузере моделей до тех пор, пока вы не начнете процесс компиляции. Это нужно для экономии места. Дополнение первое. Может возникнуть очевидный вопрос. Что мешает использовать динамические модели в качестве масштабируемых, ведь у них тоже есть функция Scale, например, у PropScaleable и PropDunamic. При таком подходе есть следующие нюансы. На динамические объекты тратится enddata и это сильно вас ограничит в количестве используемых объектов. Нюансы с тенями. Если тени еще можно создать с помощью брашевой подложки, то Vertex Lite доступен не будет. Не масштабируется коллизия. Вам придется также использовать браши, чтобы получить физическую модель. При сценарии, где требуется большое количество таких объектов, данный способ выглядит не столь оптимальным, в отличие от статиков с возможностью скейла. Да, модели будут занимать место на жестком диске, но они весят не столь много, чтобы это превратилось в большую проблему. Главное не увлекаться с количеством вариантов скейла. Ведь вам также предстоит эти модели запаковывать либо в мод, либо в карту. Дополнение второе. Данная толза имеет возможность конвертации ассетов с физическими и динамическими свойствами в статические. Однако эта фича работает пока что крайне нестабильно и количество неудачных кейсов большое. Пользоваться ей нужно с осторожностью. Дополнение третье. Если вы работаете с WMFII и хотите использовать оба аддона, то вам необходимо произвести следующие настройки. В меню компиляции при добавлении проб скейлера необходимо его выставить на вторую позицию, сразу после WMFII. Здесь последовательность важна, ибо так обеспечивается их работоспособность. Далее, так же как при обычной настройке, в строку параметр сводим данный текст. Но здесь мы обращаем внимание на команду WMFIN и идущий после pavfile.vmf. Сюда нужно добавить упоминание под папки, с которой работает WMFII. Посмотрим и скопируем это упоминание из вышестоящей строчки. Далее нам необходимо в строчках bsp, vis, light и copyfile заменить это упоминание на pcr-temp. На этом настройка закончена и можно пользоваться обоими аддонами, дополнение четвёртое и последнее. Данная тулза создавалась для работы в связке с Hummer++, и работоспособность с другими версиями редактора не гарантируется. И на этом всё, до связи.